Форма осознает себя причиной предмета Тем самым она совершает переход к новому причинению Мыслимая абстракция от множества будет движение от пустой Форма в пустой форме То есть переход и опосредование Тем самым мы понимаем, что мысля Если перед нами есть вот, которая состоит из формы предмета То если мы мыслим форму, то тем самым мыслим переход Когда мы мыслим вот, то мы не мыслим форму причины И не мыслим воспроизведения Просто вот, 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 вот Мы не мыслим форму и не мыслим воспроизведения как воспроизведение Правильно? Что забылось? Ну и даже что забылось Значит, в мышлении вот, вот, что есть? Только множество Да? Только множество Вот, вот Ничего, кроме множества У этого множества есть две стороны Воспроизводится В общем, сознание воспроизведения нет В мышлении вот-вот, сознание воспроизведение Как воспроизведение нет Форма воспроизводит Вот это вот Действие Но не осознает Что воспроизводит Есть только сознание множества У этого множества есть две стороны С одной стороны воспроизводится предмет Как предмет Но тогда предметы, воспроизведение предметов оказывается безотносительными И не могут мыслиться даже как предмет С другой стороны воспроизводится форма То есть в первом случае мы мыслим Вот-вот как предметы, взятые без формы Тогда они оказываются безотносительными друг другу Если мы возьмем форму без предметов То мышление формы означает мышление другой, пустой формы Которое в свою очередь означает мышление еще одной формы Таким образом мы мыслим форму без предметов Мы мыслим о последовании и переход От пустой формы в пустой форму Но не просто переход, а именно переход от пустой формы в пустой форме Да От пустой формы в пустой форме Получается, что множество как множество предметов Вот-вот как множество предметов Оказывается не существующим Ибо предметы безотносительны друг другу А множество как множество пустых форм Есть мышление перехода От пустой формы в пустую форму При этом пустая форма не удерживается некоторое самостоятельное А ее мышление представляет собой мышление перехода к еще одной пустой форме Этим выясняется, что мысля Когда мы ввод мыслим форму, а не предмет То мы мыслим переход от ввод к ввод Когда мы ввод мыслим форму, а не предмет Мы тем самым мыслим переход от ввод к ввод Движение от пустой формы в пустой форме Есть абстракция А не действительное состояние мысли Но в действительном состоянии мысли После ввод-вот-вот Будет такое ввод, где форма мысли со причиной предметов Так форма была причиной предметов везде? Но я не осознавал этого Вот-вот во множество Поэтому, надо говорить, не мыслиться, а осознается Форма везде мыслиться Как же мышление себе осознается? Является, но не осознаешься Я предпочитаю такую Является причиной, но не осознаешься Или не будет Форма везде причина, но в данном случае возникают рефлексы, да? Да Происходит снятие предмета Ну то, что Данилов назвал снятием предмета Когда из двух абстракций Обнаруженных в ситуации вот-вот Одна из абстракций, как абстракция, как сторона немыслима Это вот-вот в смысле указали в распределении предмета А другая, как абстракция, мыслима, хотя является лишь абстракцией А именно форма То есть переход от пустой формы в пустую форму Снятие предмета заключается в том, что теперь вот-вот мы мыслим как Таким образом, что форма производит предмет, является причиной предмета Действительная мысль о форме причины предмета Оставаясь в ситуации вот у каждого Мысль о форме причины, мы тем самым переходим к причинению еще одного года Мысли формы, беря вот таким образом, что форма причина предмета Мы тем самым мыслим переход к еще одному год Или к еще одному причине Так а надо понимать, что это первая форма причины, а вторая Это посмотрим Важно, что и в одном год, и в другом год Форма является причиной Соответственно, мыслим еще одно год Мы тем самым предмет Где форма является причиной предмета Мы смогли ходить к еще одному К еще одному год Где опять Форма является причиной предмета Мы же Одному процессу не непрерывно, а все-таки дискретно Мы как-то объясняли? Что-то задавали с этим вопросом Почему год не длится? Почему он упрывается и следующее Потому что год определенное Но оно же конечное Оно полагается в качестве конечного Поэтому и дискретности Нельзя Как бы полагать Вот Время Одно и то же Вот И положено В качестве Определенного И именно поэтому Вот Шагом раньше мы говорили о едином Когда форма сознает себя формой То есть актуальностью И в этой актуальности становится содержание Как еди Если хотите, можно назвать это Вопыт Вот Но потом мы поняли, что Надо Я не буду Все перекосы Распроизводить Поняли, что Форма должна определять предмет таким образом Чтобы не утонуть в предмете Распроизводить себя как Как причина Но когда она воспроизводит ее как причина Фиксацию Просто То она не осознает себя причиной Не осознает Вопыт Вопыт Действие воспроизведения Действие причинения Теперь мы осознаем То есть теперь берем вот таким образом, что Форма является причиной предмета В смысле вот таким образом, мы тем самым осознаем воспроизведение, точнее, и потом воспроизведение его снова, удерживая форму в качестве причины предмета. Получается, что осознание формы себя в качестве причины одновременно означает осознание воспроизведения. Когда мы осознаем форму как причины, мы тем самым осознаем воспроизведение. Это мне не удивительно, потому что форма является причиной тем способом в этой ситуации, тем способом, что воспроизводит себя в качестве причины. Здесь форма причиняет тем способом, что воспроизводит свою причину. То есть, нет, просто вот, как мы что-то раз говорили, а есть вот. И форма, сознаю, является причиной в том смысле, таким образом, что воспроизводит себя в качестве причины. Ну, в этом переходе от вот к вот, сознание это переходит и позапереход. Как-то забавно получается. Сознание и существование, да? Но мы все время совершаем движение от того, когда форма является причиной, не осознает себя причиной, вот к ситуации, когда она является причиной, не осознает себя причиной. Я не вижу только принципиальной трудности, но просто технологическая какая-то трудность. Я сильно взбиваюсь на то, что осознает, значит быть. Но переход здесь совершается таким образом, что переход к новому причинению и само причинение нового предмета совпадает. Переход к новому вводу и причинение этого нового ввода не различим. Но переход и само ввод не различим. То есть переход как переход не различим. То есть мы осознаем переход, мы осознаем воспроизведение. Но мы осознаем воспроизведение таким образом, что воспроизведение таким образом, что переход к новому ввод и построение этого нового ввода не отличается от нового. переход и есть построить переход как переход нет как а все-таки одна форма причиняя другое если переход есть сразу и причину это же как бы не связь прямо на правом форме это вопрос понимаете то обстоятельство что мышление перехода является вместе с тем мышлением причинения вроде бы говорит о том что новая вот мышлится относительно предыдущего раз перехода отдельно нет то вроде бы получается относительно а вроде бы относительности не должно быть потому что как я говорю форма является причиной тем способом что воспроизводит себя причиной следовательно мы причиняем самого начала чтобы причинять и вроде бы не должно быть поэтому относительности откуда относительность если мы причиняем сначала чтобы причинять снова и снова 到了 изначально это нет просто причинение нет в сопричении есть причинение чтобы nighttime и поэтому должно быть относительность относительно все что сейчас новая вот существует относительно а Только так получилось, что мы связали две пустые формы. Если бы у нас было так, что вторая форма возникала бы, независимо от первой, тогда бы не было такого разговора. А мы же, когда говорим о воспроизводстве, связали две пустые формы. Почему пустые? Мы же построили некую абстракцию, где две пустые формы. Одна пустая форма, а потом возникает другая пустая форма. Между ними устанавливался. Да, лучшее жизнь, чем искусство. Не-не, подожди, пустые формы были только... Это была абстракция предыдущего действительного состояния. И вот там как бы две абстракции. Одна вообще невозможная, одна в принципе возможная. Абстракция состояла в том, что происходит переход от пустой формы в пустой формы. Но сейчас мы говорим о следующем действительном состоянии, когда не пустая форма, а происходит наполненная форма. Именно в которой форма является причиной предметов. Да. Но раз абстракция такая, связанная две пустые формы, возможно, значит возможно и поставить вопрос, как они связаны. Есть ли возможная такая абстракция? Значит возможно вопрос, связаны ли они причиной его изменения? Про пустую форму? Да, пустые формы. При пустых формах дело стоит так, я мыслю пустую форму без предметов, и тем самым мыслю новую пустую форму. Чтобы помыслить новую пустую форму. То есть я мыслю сплошное обоследование берем. Ну что видите в чем состоит, что у вас так получается, что вот эти пустые формы другие. Если бы это была одна и та же пустая форма, и воспроизводила она фактически себя. А во всякий раз мы говорим с никак, как будто бы она другая. Когда форма сама себя идицирует, разговор такого не может возникнуть. То есть второй раз возникает та же форма. Но у нас такой разговор, как будто бы есть две формы. У нас же переход есть от одной к другую. Как будто бы две формы различились. Переход примерно в... Ну вот интересно, как переход от себя в себе, чтобы? Если это одна и та же форма. Ну была, но мы взяли действительно форму вот-вот. Мы сказали, что это множество. Ничего кроме сознания множество. Правильно. Нет, с этим я согласен. Тогда ставится вопрос, как они связаны. Есть ли там причины, связь или нет. Раз это множество. Ну да, либо-либо. Тут просто тут и порядок. Он вырешает. Вы смотри. Когда мы абстрагируем тот множество перехода от пустой формы в пустой формы, да? Это, может быть, и позволяет поставить вопрос о причинении. Но в данном случае это причинение... То есть это помогает нам выяснить отношение между формой и предметом. Между формой и вводом. А именно, форма впервые сознаётся ясно как причина ввода. Ты теперь хочешь вернуться на предыдущий шаг и спросить, пустые формы являются ли причиной друг друга? Ты не это хочешь? Нет, я хочу спросить. Какая связь, какого рода связь между пустыми формами? Про пустые формы – это предыдущая история, предыдущий шаг. Ты всё-таки к нему возвращаешься. Нет, просто раз мы можем установить некую связь абстрактную хотя бы, потому что между пустыми формами и между действительными формами какая эта связь есть. Но ты понимаешь, что ты хочешь придать закону обратную силу, да? То, какое открытие мы совершили на следующем шаге, и теперь ты это открытие хочешь перенести на предыдущий. Ты нарушаешь просто твои новые удвижения. Нет, я просто такой вопрос ставлю хорошо. Даже если оставить ни в будущей абстракцию, я просто пытался обосновать, почему может задаться вопросом о связи формы. Либо это вопрос как являться некорректным, надо объяснить, почему он некорректный. А если он корректный, надо объяснить… Просто нет. Ты просто тогда зря говоришь пустая форма. Ну потому что здесь, да, связь… Связь форм. Связь форм. Связь форм. Вот это типа. Связь действительных форм, которые положены… Раз, смотри, раз первая форма, точнее раз форма сознаёт себя причиной, значит она должна создавать себе причины не только предметы, но и по следующему воспроизводению. То есть причины самой себя что-то. Или причины из другой формы. Она сознаёт в себе причину. Только или предмет. Только предмет. И тем самым она переходит до… Чтобы перетекнуть. То есть это одна и та же форма, а не две формы. Вот-вот это множество, но мы тем не менее всё-таки говорим, что это множество, состоящие из одной той же формы. А, ну это ещё одна формулировка вопроса о том, что есть ли относительность между этими полаганиями. Если мы понимаем ситуацию вот-вот. Если мы понимаем только то, что это множество, то вопрос… Это множество, состоящее из одной формы или из многих форм? Ну, есть множество. Мы знаем только то, что это множество. Как вам задать вопрос? Что же такое? Разное или из одного? На мой взгляд, это надумано. Это надумано. Когда есть это множество, между членами это множество. Либо существует связь, либо нет. Совершенно верно. Либо существует, либо нет. Ну, даже вот оно действительно. И здесь, даже как бы так вот интуитивно-предположительно, с одной стороны, связь есть. Потому что одно вот делается, чтобы сделать ещё одно. Ну вот. Интуитивно это ощущение. А с другой стороны, связь никак не осознанно, когда вы так видите. Сюда всё вот-вот, связь вообще никак не осознанно. Хотя одно вот делается, чтобы было другим. То есть, связь как с одной стороны есть, с другой стороны нет. И это проясняется. Когда мы берём его как предмет, связи нет. Возникает безотносительность предметов. Не знаю, одного и того же предотносительно себя, и другого предотносительно предыдущего. Но это безотносительно. У нас такая безотносительность есть. Действительная ситуация вот-вот. И она в абстракции, в одной из абстракций, представлена. Вот мы видим действительно две отношения. Если брать три дня. А с другой стороны, если брать форму, здесь примерно, то само мышление через пустой формы, есть не что иное, как мышление перехода, в другой пустой формы. Теперь связь уже есть. Хотя она и абстракция ещё, а не последующая. И вот теперь, как говорил, следующий вопрос. Если есть связь, то либо она причинная, либо нет. Нет. Здесь просто связь. Вы говорите, что это связь. Потому что надо различить с причиной связи. Что это переход и не различим. Вот. А причин, когда я говорю о причине, я говорю в рамках одного. Вот что. Форма является причиной предметов. Далее я говорю, что если форма носит на причину предметов в ситуации вод, то мы тем самым мыслим переход к новому воду. Который уже не является средствами. В каждом воде форма является причиной предмета. Сами же вод, причина не связана. Они должны? Они должны? Они должны причиниться. Да, конечно. Если вод вод не как причину, он даже интуитивный. Значит, следующая действительная форма мысли – это вод, 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 при том, что в каждом вод форма является причиной предметов. Воспроизведение новой действительной формы воспроизведения мысли – это таким образом, что мышление перехода неотличимо от мышления нового года. И мы называем это следующим образом. Мы называем это следующим образом. Переход не осознает свой переход. Или осознает свой переход таким образом, что он как переход неотличен от того, чему переход следующим. То есть нового года. Эту форму мы называем следующим образом. Переход есть, он мыслится. Не просто есть, он мыслится. Но мы называем таким образом, что мышление перехода неотличима от того, к чему переход случается. Это называется условие. То есть возникает ситуация следующего, предыдущего. Новый год после следующего, будет опять следующим. А то, что было следующим, становится другой и больше. В этом переходе, который мы назвали следующим. То есть вся сенсию так сохраняется, да? Последовательность? Вроде бы да. Мы причиняем предмет, чтобы причинять его с нового. Но переход к новому причинению неотличим от того, почему этот переход случается. Неотличим построение нового областа. В этом переходе, к новому году, где переход неотличим построение нового года, есть момент относительности и момент устойчивости. Как раскрывается момент относительности? То есть относительность следующего, по отношению предыдущего. Он раскрывается следующим образом. Ну иначе можно рассуждать. В этом переходе, который неотличим от построения нового года, этот переход можно мыслить как построение нового предмета, или как переход к новому предмету, или как переход к новому причину. Если переход мыслить как переход к новому предмету, то возникает интересная ситуация. Переход неотличим от того, к чему он случится. Если переход, понимаете, к переходу к новому предмету, а не к новому причину, то возникает интересная ситуация. А эта неотличимость перехода от того, к чему другое случается, означает чистую относительность нового года. Оно схлопывается в предыдущем. Почему? Переход есть причинение нового предмета. Переход есть действие причинения к следующему. Это, так в таком случае, переход распадается на две стороны. С одной стороны, мы с ним новое причинение. Переход к новому причинению. Нет, или мы понятны. А с другой стороны, понять этот переход двумя разными способами. Но почему понимание перехода к тому, что я предхожу к следующему предмету, сколько будет к следующей предыдущей? Потому что исчезает разница между переходом и новым предметом. Это одно и то же. Ну, перехода вообще нет. Если нет разницы между переходом, то есть вообще никакой разницы между переходом и тем, к чему переход совершается, то переход просто нет. Как вроде разница есть. Мы уже говорим о предыдущем и следующем. Мы уже говорим о предыдущем. Значит, это вообще ничего. Ну, между чем угодно. Вообще слово «переход» всегда возникает, если есть разница. Вот если бы разницы не было, то и перехода бы не было. А если разница есть, то есть разница по смыслу, первичному, всякому понятию перехода. Если мы говорим о переходе, значит, уже прошли, значит, мы уже понимаем разницу. Мы, может, ее не осознаем, это другой разница. Мы же говорим, вот-вот, уже разница. Знаешь, еще раз говорю, мы же понимаем, осознаем, осознаем переход от одного причинения к другому причинению. При этом сознание перехода и, собственно, причинения не отличается. Сознание перехода к новому причинению и само причинение предмета в форме не различается. Это действительная ситуация, которую мы назвали следуемой. Вот, интересно, я же задал вопрос. Получается, что переход — это и есть причинения. Если мы их не различаем, значит, это переход от одного к другому и есть причинение одной формы к другую. Как это получается? Мы, с одной стороны, различаем переход и причинение, а с другой стороны — неразличаем? Нет, мы же просто неразличаем. Переход и причинение. Значит, причинение есть и между формами тоже. но если мы не различаем, значит, есть только причинение может быть, что одна форма причинения другого? не может, поэтому мы и говорим, что переход отдельно и причинение отдельно то есть, из того, что мы их не различаем, следовательно, что они сломаются нет, из того, что есть переход и есть причинение если они различные, то не следует никакого склопа у них как раз даже с точки зрения такого развлечения, понятно, что переход можно понять двоярно что мы переходим либо к причинению, либо к другому предмету то есть, это, можно сказать, что это некоторое, как бы, опять абстрагирование вот, действительно, символизм, это две абстракции это две абстракции этой ситуации ну, очень хорошо значит, я просто не понимаю, почему абстракция, переход к другому предмету еще раз, переход есть одновременно по строению форта нет, скорее переход не различий сами по строению переход к переходам, а после причинения не по строению две разные функции ну, они две разные функции, но поскольку переход не удерживается в качестве перехода то, особенно, какой у нас есть резум выделять его в качестве отдельного но, если переход не удерживается, тогда, Людмилович правильно говорит, все успокоится в этом состоит склопывание, если мы не удерживаем разницу между причинением и переходом нет, если нет разницы между причинением и переходом, то ничего не склопывается возникает здесь ситуация следующая то есть, он полагается этот вуд, но в качестве следующего понятно, что он следующий, но ничего большего он связью нет, но дело в том, что если он следующий, это означает, что удерживается разница между предыдущим и следующим но не просто следующий, он же просто возникает а именно так, что он возникает на фоне того, что есть предыдущий всегда так, всегда два следующие и предыдущие, это взаимоотносительные соотносительные понятия, они существуют только вместе если он следующий, значит, есть и предыдущий а не так, что просто следующее, следующее относительно чего? правильная экстракция покажет нам, что это именно переход есть причинение и переход к новому причинению в форме предыдущего вот это переходе, переход и причинение не различаются и это называется следующее переход как переход не вымышится, в отличие от причинения от действия причинения предыдущего так, а следующего по отношению к чему? все-таки слово следующее имеет понятие относительное оно не имеет с этой абсолютного понятия ну как, ну понятно, ну следующее относительно предыдущее не бывает же просто следующее, потому что оно абсолютное если всегда есть только одно, то тогда нет никакого следования откуда мы знаем, что был предыдущий всегда должно быть два именно пока удерживается переход, следующий есть так, а он удерживается а если удерживается переход, значит удерживается и различие это в прежнем вот-вот ничего не удерживается а здесь он удерживается просто переход к новому причинению от самого причинения не отличается поэтому он удерживается, он есть вот это предыдущее, это последующее, это одновременно вот как, например, логическая конструкция тут есть мышление перехода и мышление построения нового предмета одно и то же мышление перехода к новому причинению и само это новое причинение одно и то же поэтому лишь как в мостик фиксируется и это называется следующее это понятно, а теперь по поводу склопывается что тут склопывается? теперь в этом переходе мы имеем две абстракции насколько имеется неразличенность перехода и причинения перехода к причинению и самого причинения есть две абстракции одна абстракция от причинения к новому причинению то есть к действию причинения потом получается абстракция тогда получается мысли только один переход просто от причинения к причинению Причинили, причинили. Когда формой является отношением формы, а не сами формы. Отношение формы, а не сами формы. Если мы берем абстракцию, то абстракцию, что переход совершается не к новому причинению предмета, а от причинения к причинению. Тогда, как я полагаю, мыслится собственный переход. Переход от формы. В этом случае формой становится не эта форма, а отношение двух пустых форм. Это одна абстракция из этой ситуации. А второй абстракцией является переход к предмету, где, следовательно, не фиксируется действие причинения. Ну как же не фиксируется, если форма осознает, что она причиняя. Но это же абстракция. То, что осознают, это же не абстракция. Форма осознает, что она причиняя. И она, когда переходит к предмету, осознает, что она его причиняя. Это действительное состояние. Сознание перехода и сознание причинения нового предмета неразличено. Это называется следующее. Сознание перехода к следующему причинению и само причинение предмета неразличено. Это называется следующее. И в этой ситуации неразличенности перехода и причинения есть две стороны. Одна сторона заключается в том, что мы переходим к новому причинению как таковому. От причинения одного причинения переходим к другому причинению. Возникает абстракция чистого перехода без предметов. И от предмета без предметов, а просто абстракция и перехода. Давайте сравним с предыдущей абстракцией. Предыдущая абстракция была переход от пустой формы к пустой форме. А здесь у нас что? Отношение пустой формы. Просто удерживается отношение к пустой форме. То есть там это отношение фактически не фиксировалось даже в абстракции. Весь это отношение между пустыми формами удерживается в качестве такового. И выясняется тем самым, что мы на самом деле можем мыслить переход от формы к пустой. Различая переход от пустой формы. Потому что здесь перед нами чистое отношение. Тем самым мы получаем опыт, хотя это не абстракция, но мы получаем опыт в начале перехода как такового. Который можно будет использовать, когда мы начнем строить новое действительное состояние. Не, но самое-то удивительное здесь другое, что форма удвоилась. Если все и форма удвоилась, то переход-то естественного размноженного сделает. Ну почему удвоилась? Опять можно сказать, что удвоилась, а можно сказать, что она относится самой себе. Вы в прошлый раз предложили такую трактовку. Я согласился. Просто нет разницы, когда видишь, что она едет в двери, что это отношение формы с собой. Отношение двух форм, отношение формы с собой, пока тоже, видимо, преждевременно. Нет нужды. Ничего не дает. Это просто различие. Нельзя помыть от всего. Что это? Отношение двух форм или отношение формы с собой? У меня только по-прежнему трудность. Почему, если я мыслю переход к другому предмету, с одной стороны, понятно, почему они могут схлопнуться. Что ведь одно год от другого ничем не отличается. Ну, так, содержать в качестве предмета. Это с одной стороны. А с другой стороны, ведь этот предмет уже получил определение следующего и предыдущего. Почему оно их тут не отличает? Почему уже новая их определенность исчезает, что ли, чтобы позволить им схлопнуться? Ну, это же другая абстракция. Одна абстракция заключается в том, что мы используем переход к причинению без предметов. А вторая абстракция заключается в том, что переходим к предмету без осознания его причинения. А, и поэтому он теряет определенное следующее? Он теряет определенное следующее. А, ну тогда да. Он теряет определенное следующее. Возникает вслух его. Действительно, переход не отличается от того, к чему переход совершается. Если мы имеем здесь не различенность перехода и причинения, а неразличенность перехода и предмета, то предмет исчезает. Но, предмет исчезает, а следующее исчезает, и это предмет, потому что он имеет схлопнуться. Как всегда, попытка мыслить предметно приводит нас... Ну, не выдается. Не выдается. Слеза. Вообще, это не удивительно, если вся активность у формы, так что там, по предмету делать-то нечего. Он только повторяет то, что с ним делает форма. Полностью, пассивно. И просто воспроизводит то, что делает форма с ним. Форма, что хочет с ним, то и делает. Поэтому предмет, чего остается? Только страдать. Вот, кстати, а если пойдет кто-то посторонний и спросит, а какого черта вы раз за разом пытаетесь носить предмет? Или это же уже не получилось несколько раз? Надо брочить просто это занятие и не пытаться абстрагировать предметную сторону. И, Бог знает, может, он окажется правдой. Может, так и надо говорить. Вот есть следующий, потом мы переходим снова, берем форму без предмета и получаем чистый переход отношения на форму. И все. Я всегда говорю, что есть две стороны, одна из которых не удается. Но можно даже, можно это и повторять. Ну, то есть повторить пару раз, а потом сказать, что все. Предметная сторона все равно нам ничего не дает. Надо подумать, я не думал. Просто вдруг эта предметная абстракция, абстракция сторона предмета, она как бы не играет какую-то роль в движении. То есть она что-то нам запрещает или что-то разрешает. Тогда ее, конечно, нельзя выкинуть. Но пока... Если предмет исчезнет, все в скаластику превратится. А так пока это феноменал логики к какому-то отношению. Так все превратится в какой-то скаластику типа логики, науки логики Гигеля. Где там понятие самодвижется, там и все. Хорошо. Но у нас сохранился опыт. Мыслить просто переход к предмету, именуя причинение предмета, означает схлопнуться и привлечь в ничто. Но у нас есть некая абстракция, которая как абстракцию мысленно вполне. Именно опыт мышления перехода от причинения к причинению. Он абстрактный, а не здесь без предмета, но сам опыт мышления перехода от причинения к причинению у нас есть. К чему это приводит на следующую стадию? Что мы причиняем предмет, Зачем мыслим переход к... Зачем мыслим переход к... А тут еще интересно, а вот у нас связаны причинения или связаны формы? Ведь причины и формы у нас различаются. Что? Связаны у нас причинения или связаны у нас формы? В действительном состоянии связаны причинения. В действительном состоянии является причинение формы предмета. А абстракцией является связь пустой формы. Пустой формы множек, в действительном состоянии, это вы уже понимаете. Значит, мы мыслим сначала после первого причинения... Слова первого еще нет. После причинения мы мыслим переход и мыслим новое, следующее причинение. Вот таким образом, что мышление перехода и мышление следующего причинения является целым состоящим из двух этапов. К мышлению перехода мы добавляем мышление в причинение. Мышление причинения отличается от мышления перехода, но мыслим они вместе. Мыслятся они одновременно. И это означает что? Это означает больше. Когда следующее мысляется вместе с переходом, переход отличается от следующего от мышления следующего. Это называется мышлением большее. А почему не меньше? Отличается это, может, больше или меньше? Ну, не меньше, потому что больше. А почему? Вот это вот и не понятно. Потому что отличие может быть либо больше, либо меньше. А почему больше? Это надо, видимо, что-то еще добавить, чтобы понять, что именно не меньше. Потому что мыслится переход, мыслится уже не отличимым от следующего причинения. Отличный мыслится переход и новое причинение. Они мыслятся вместе, как две различенные стадии. То есть мыслится прибавка? Мыслится прибавка, а не убавка. Убавка это наоборот. Теперь можно убрать. Раз они мыслится последовательно, то строится последовательно. Сначала переход, потом причинение, но при этом переход сохраняется. То есть не больше мыслится, а прибавка? Ну, какая разница? Прибавление или больше? Просто прибавление или мыслится больше. Просто больше это степень сравнения, а прибавка это просто увеличение. Не беру. Ну, при прибавке есть два, которые сравнятся на один и два. Их сравнили. Два больше одного. А больше это просто... Это было один, стало два. Раньше тоже. Раньше тоже. Было один, стало два. Но два не больше, а следующий. Это порядка еще. А теперь коричневый счет. Один, два, но два в смысле не следующий, а больше. Два больше одного. Можно удерживать этот переход, который теперь отличается от мышления второго прибавка. Не просто второй, в смысле следующий. Новый. А в втором смысле увеличивающий. Это количественный счет. То есть предыдущий удерживается одновременно с последующим. Да. Но предыдущий и последующий удерживался и на стадии следующий. Но не был вычленный переход. Переход совпадал с мышлением причинения. А теперь переход отличен. Хотя конструкция едина. Сначала будет переход, затем причинение второго предмета, поэтому переход сохраняется. То есть переход к новому причинению и новое причинение. Это некая удерживающая конструкция, которая дает нам понятие будущее. Второе. Второе. Больше. Первое. Просто в понятии больше есть некая мера, какая-то однородность. Это значит, что предыдущие и последующие они как-то однородны, что их можно в одну кучу поднять. Ну так и здесь это однородность, что там вот полагается, что здесь вот полагается. В каком-то смысле, когда больше, там есть какая-то непрерывность. Там была дискретность первая и это и следующая. А здесь уже получается какая-то непрерывность. То есть как бы первые не отличаются от второго, они как бы в одной куче. В одном движении. По ряскому счету тоже было непрерывность. Почему там они отсекались каждый раз? Вот, вот мы же отсекались. Только просто связь, видимо, исчезала. Первый, второй. Каждый раз возникала дискретность какая-то. А тут получается, что вот первая остается и как бы на него нарастает, как на сосульку. Но она все равно дискретно нарастает. По штучному. Нет полтора. Она нарастает, это может быть дискретно, это просто закон такой. А тем не менее она нарастает. А там была асси. Вот как мы отсекались, да? Вот у нас есть непрерывная линия. Раз и секрет, раз и секрет, раз и секрет. А тут наоборот как бы. Мы их просто взяли и тянем в непрерывную линию. Все больше, больше и больше. Главное, что она дискретная и все. Если ты с этим соглашаешься, то тогда... И дискрет, и однородие. В самом вот-вот была дискретность и однородие. Мы ничего не добавили, как осознаем связь. Все больше и больше. И следующим шагом понятно, что он не будет его делать. Ну понятно, что следующим шагом. Нужно добиться того, чтобы переход мыслился отдельно от входа. То есть причинение, переход, причинение. Это будет естественным словом. Когда переход станет отдельным. Здесь он не отдельный, он отвлечен от нового причинения. Но они мыслиться вместе, как одно целое. Целое из двух этапов построено. Чтобы получить уже не счет, а операцию, нужно научиться мыслить переход как таковой. А в обратном направлении отрицание, так сказать. В обратном направлении. У вас будет учесть, что сам переход будет равняться операциям сложения. А отрицание такое? Нет, ну если можно будет помыслить операцию в принципе, то ее можно будет мыслить в другую сторону, какая там разница. Потому что операция, она фундирована в том, что отношение как отношение удерживается. А раз она удерживается, то без разницы в какую сторону как бы ее прикладывают. Не, ну просто понятие операции, если мы ее ввели как вот сложение, у нас теперь понятие обратной операции есть. А она еще не видена. Я понимаю. Ну можно заметить, что пока мы находимся в ситуации еще-то. На случай пока-то. Находимся в ситуации еще-то, то обратного счета нет, насколько я понимаю. Ну да, все-то нет. Пока так, да. Больше, 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 и от нас не требуется меньше в обратную сторону. Так не бывает. Но у нас это и не получится. Наши времена не растет. Все началось. Все началось. Все началось. Сznи-псBut scared. Нет любимых животнов ratette, чтобы проверномganе, сторонам жилой в обietтнике, просмотровeganхи. Не заб Bos LatV.